Началось заседание городского совета депутатов с минуты молчания в память о погибших в результате недавнего теракта. В ходе обсуждения повестки дня депутат Игорь Большаков предложил внести вопрос о строительстве торгового центра у Белого пруда. Еще летом этого года в этом месте были вырублены деревья, что вызвало общественный резонанс. Вчера я в 9 часов вечера был свидетелем, когда универмагом заборств начал устанавливать забор. Мы в этом зале и на комиссиях обсуждали эту тему. Я в свою очередь ее поднимал. Вроде бы была реакция с нашей стороны. Мы принимали решение обратиться по всевозможной инстанции, но, по-видимому, мы не довели эту тему до логического конца. Это, на мой взгляд, полный позор для нашего поселения, это уничтожение, вот реальное теперь уже уничтожение исторического ядра нашего города. И о какой бы целесообразности ни говорили, как бы псевдозаконности, что выдано разрешение, на мой взгляд, как у нас вот есть категория почетных, как мы называем, граждан, лиц, так им надо уже давно завести книгу позора тех, кто принял такие решения. Первым вопросом народные избранники рассмотрели внесение изменений в бюджет 2015 года. В 2015 году городскому поселению предусмотрены субсидии в общей сумме 9,751,000 из бюджета Московской области, в том числе 7,801,000 за счет средств федерального бюджета и 1,950,000 за счет средств областного бюджета, на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Это и другие изменения были приняты, после чего депутаты приступили к вопросу об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год. Речь идет о продаже трех объектов, в результате чего бюджет города следующего года пополнится на 28 миллионов рублей. При обсуждении этого вопроса между депутатами возникла дискуссия по поводу продажи одного из объектов, а именно подвального помещения дома номер 7 по проспекту Красной Армии. Неужели так трудно было за этот период времени, фактически месяц, выйти к жителям, пригласить старшую, пообщаться? Но ответ от управляющей компании был такой, который озвучили нам, и я слышал в этом месте, что управляющая компания против. Давайте думать о всех жителях нашего городского поселения Сергеев-Паса, а не опираться только на интересы некоторых управляющих компаний, которые и так не всегда исполняют свои обязанности по содержанию многоквартирных домов. В результате депутаты решили не исключать из плана приватизации объекта, о котором шла речь, а вопрос был принят. Главным же вопросом сегодняшнего заседания был вопрос о принятии в первом чтении проекта бюджета 2016 года. Согласно проекту, доходы бюджета города составят 829 миллионов 839 тысяч рублей. Это меньше на 50 миллионов по сравнению с бюджетом 2015 года. Проект бюджета городского поселения по расходам на 2016 год определен в объеме 897 миллионов 895 тысяч рублей. В том числе за счет налоговых и налоговых доходов бюджета поселения в сумме 891 миллион 898 тысяч рублей. Таким образом, бюджет 2016 года будет дефицитным. За время работы бюджетной комиссии депутаты гурсовета внесли предложение в проект бюджета для внесения изменений ко второму чтению. Администрации предложено рассмотреть в адресной программе развития инфраструктуры разработку систем канализования двух районов. Это гражданского поселка и южного поселка. Комиссия утверждена. Анализацию мероприятий комплексное благоустройство на территории Сергеев-Посад. Администрации городского поселения Сергеев-Посад к рассмотрению проекта бюджета во втором чтении предложено представить адресные программы. Адресные программы уже по благоустройству представлены. Депутатами были внесены и другие рекомендации в бюджет следующего года. В первом чтении проект бюджета был принят. Рассмотрение проекта бюджета 2016 года во втором чтении намечено на 17 декабря. Татьяна Сташенко, Алексей Галкин. День города.